Уважаемый Сальмур Раджабович, в чем ваша уникальность на рынке именно как наставника? Какие характеристики или черты личности и особенности стиля обучения присущи только вам? Когда вам было 8 лет, ваша мама отдала вам на обучение наставнику. Каким вам тогда казался этот человек? Что вы думали о нем, будучи ребенком? Получилось ли у вас стать похожим на него? Что вы пока еще не достигли, если сравнивать Даллатва с сегодня и Шамсудин тогда? Что бы сказал того мальчик, который был когда-то, себе взрослым уже сегодня? Господин, существует мнение, особенно в азиатской часто рынке, что наставник непогрешен. Конечно же, это не так, потому что наставник тоже человек имеет право на ошибку. Мой вопрос. Вы были когда-либо неправы в отношении своего ученика именно как наставник? Какую ошибку вы допустили? Чему она вас научила, как вы ее исправили? Здравствуйте, дорогие друзья! Поприветствую из Душамбе. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы Довлатову». Хочу ответить на несколько вопросов, которые мне задавали. Очень уникальные вопросы. Спасибо, что задаете хорошие вопросы. И хочу ответить на них. Ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым, друзьям. Подписывайтесь и рекомендуйте тем людям, кому она может помочь, кто нуждается этим ответом. Первый. Уважаемый Сальмур Раджабович, в чем ваша уникальность на рынке именно как наставника? Какие характеристики или черты личности и особенности стиля обучения присущи только вам? О, спасибо за вопрос. Моя уникальность, моя система отличается от любой системы, которую когда-либо вы встретили в тренинге в индустрии. Первое отличие в том, что я объединил именно духовный интеллект с профессионализмом. То есть я убежден, что у птицы два крылья. И птицы не могут лететь с одной крылья. И у человека то же самое. Чтобы взлететь, ты должен всегда понимать, что оба составляющие, плюсы и минусы. Оба составляющие очень важно объединить. Ваши духовные и моральные ценности создают внутреннее ваше богатство. А ваше профессионализм помогает вам те возможности, которые жизнь преподносит вам, использовать. Второе. Я ученый человек. То есть получается, что я не только с точки зрения практика рассказываю, я говорю с точки зрения наука. У меня научной степени. Я доктор экономического развития. То есть если по нашим доктором экономической наук, доктор психологической наук, профессор по маркетингу бизнеса, получается по развитию малосредственного бизнеса. Получается, что все, чему я обучал, я внедрял практики и одновременно все со стороны наука изучал. Мало какой-то тренера очень можно встретить, который и, можно сказать, со стороны наука дошел до докторской степени. И со стороны практика он дошел до миллионера. То есть получается, что у меня оба крылья есть. И теория, и практика. Видите, везде я подходил именно по таким принципам. Третья вещь. Я разработал свою систему. Свою систему, особенно управление сменим бюджетом именно по финансам. Что эта система моя авторская система. Она не копирована. Я не книжки читаю, рассказываю. Понимаете, это два разные вещи, когда вы разрабатываете, являетесь автором системы. Всю жизнь уходит на таких вещах. Я на это потратил, я на это отдал всю свою жизнь, получается, все то, что у меня есть. Четвертое мое отличие, сама методика, стиль моего преподавания, она другая. Стиль моего преподавания, она настолько упрощенная, настолько доступна. Я беру не тем, что быть крутим, не тем, что выглядит умным, не тем, что якобы очень говорит умные фразы, наученные фразы, какие-то там современные фразы и так далее. Нет, я наоборот, я наоборот, подхожу к этому с точки зрения мудрости, что чем ты важные вещи, сильные вещи можешь доступным языком донести, и в этом твоя особенность и сила. Потому что о сложных вещах говорить доступно, это намного труднее. Моя задача, чтобы мой слушатель, мой ученик, он мог, послушав меня, мог пойти делать. Сельности знаний в чем заключается? Сельности знаний заключается в том, что их можно было практиковать. Если вы учитесь чего-либо, но вы не можете его практиковать, какие бы они мудрые вещи ни были, какие бы умные вещи ни были, но если вы в своей жизни не можете их практиковать, тогда эти знания вам не нужны, понимаете? Сельность знаний измеряется тем, что это знание можно практиковать. Раз. Второе. Проходит всего полгода или некоторое время, может быть год, вы ничего не помните из всего того, что вы учились, но вы запомните только то, что могли делать. Видите? А вот то, что могли делать, останется с вами. И останется с вами навсегда. Вот в чем особенность знаний. Поэтому о сложных вещах донести, говорит самым доступным языком, это высочайшее мастерство. Следующая вещь, отличие, моя система. У меня свои авторские книги. Понимаете, это очень, очень, очень трудно это делать. Действительно, очень трудно делать, чтобы ты мог и был автором, это разработчик системы, и потом еще методологию создал, еще к этому, и чтобы у тебя была литература к этому, сопровождающая литература. Это огромный труд. Это бессонные ночи труда. Иногда письмо пишешь своим родителям, или там друзьям, одно письмо пишете к какому-то своему начальству, сели неделю думаете, что писать. А книги писать, это годами, очень огромный труд. Поэтому эти отличия, составляющие мою систему и так далее. А что меня отличает от других тренов, лично как человека, лично как человека, я очень человек, который, все, что я говорю, я живу с этим. Я то, что, вот скорее так, то, что я делаю, о том и говорю. Как я живу, и так и говорю. Понимаете? Вот, я это все, то, что вы видите в моих книгах, и в моих лекциях, я так и живу. Возможно, если со стороны, когда человек видит, возможно, иногда он по-другому, может быть, что-то воспринимает. Но на 99,99% я все то, что говорю, то есть получается, что скорее, то, что я живу, я так и говорю. То есть получается, что я все сначала через себя пропускаю, только потом говорю со сцены. Почему? Она, все то, что я говорю со сцены, она проверена. Проверена моим личным опытом, проверена опытом моих учеников, внедрена в бизнесы мои, бизнесы моих учеников и так далее. Поэтому я подхожу к знанию именно таким образом, чтобы она должна быть практична, она должна быть удобна, она должна быть легко, выполнима. И по силам, чтобы каждый мой слушатель, когда послушал меня, он мог себе одеть это, он просто мог себе одеть, как одежда, на свой размер подгонял себе и мог это почти делать. И сами, одна из лучших, лучших моих особенностей, то есть отличий, которые я лично от себя ценю, это что? Я умею вдохновить. Я считаю, что это основная задача любого наставника. Запомните ее. Плохой наставник постоянно делит замечания. Хороший наставник обучает. Умный наставник показывает. Мудрый наставник вдохновляет. Чтобы этому научиться, долгие годы я потратил на того, чтобы вдохновить обычного парня, который он терял надежду. Обычного парня, который, можно сказать, не видит свое будущее. Обычный парень, который, возможно, он вырос в селе или районе, или где-то там, и у него море проблем. И он вокруг, куда бы ни смотрит, любой параметры своей жизни посмотрит, и там есть море недостатки. У него в семье проблемы, у него в доходах проблемы, у него, он в виде здоровья начнется проблемы. Куда бы он ни смотрит, есть куча проблем. А как сделать так, чтобы этому парню помочь? Понимаете, сильно справляется сам. А вот как этому парню помочь, чтобы он мог вырваться из этого? Единственный способ, надо сделать так, чтобы он верил в то, что он делает. И единственный способ сделать так, чтобы он сам ввязался за свою судьбу. Чтобы он сам начал строить свою жизнь. А чтобы это произойдет, чтобы это произошло, нужно именно уметь его вдохновить так, чтобы у него появились желания, какие-великие подвиги и вера в себе. Понимаете, когда человек не верит в себе, источник всей проблемы там. Потому что даже если Всевышний дает ему какую-то идею, он эту идею не могут реализовать. Если даже ему, скажем, что происходит какой-то, если даже к нему происходит, скажем, какой-то возможность, кто-то предлагает ему, он не верит, что это можно делать. Потому что у него нет веря в себе. Он найдет тысячи причин, чтобы оправдать себя, чтобы этим не заниматься и не браться за возможности. Вот поэтому. Но другое основное, которое меня отличает от многих. Я не всякомерный. Я учусь. Я ученик. Мои наставники, мои читатели. Мои наставники, мои слушатели. Я слушаю их. Я каждый своего читателя отношусь как к своим наставникам. Потому что я, глядя на них, учусь. Деляя что-то, попробую, предлагаю им со стороны, смотрю, как это работает. А потом у них спрашиваю. Я учусь у вас. Вы мои читатели, вы мои слушатели. Вы есть мои наставники. Вот это основной вещь. Оставаться учеником, при любом случае, это моя основная черта. И всегда все, что я учусь, я делаю. Вот это мне делает какой-то, не знаю, дает какая-то сила, или не знаю, как-то отделять меня, что ли. Я никогда себя не называл наставником. Я никогда так не читал. Но каким-то образом, все, кто меня знает, только ко мне обращаются как наставник. Даже новые люди, которые со стороны, с Европы, с Америки, с другими странами, начнут со мной общаться. Проходят где-то 2-3 месяца, они начнут со мной обращаться не по фамилии, а имя. Начнут ко мне обращаться как наставник. Они говорят, наставник, можно так? И я однажды задумался, я сам себе еще учеником вижу. Потому что еще так много у меня надо работать над собой. Так много еще надо учиться. Поэтому, если они видят в имени наставника, значит со стороны виднее. Вот. Следующий вопрос. Когда вам было 8 лет, ваша мама отдала вам на обучение наставнику. Каким вам тогда казался этот человек? Что вы думали о нем, будучи ребенком? Получились ли у вас стать похожим на него? Что вы пока еще не достигли? Если сравнивать Давлад Вас сегодня и Шамсудин тогда. Что бы сказал того мальчик, который был когда-то себе взрослым уже сегодня? Вы знаете, сказать, что я стал похож на него, я бы не могу сказать. Потому что у меня очень большие отличительные черта. Я очень масштабная мыслью. Я очень думаю очень далеко. У него были другие, можно сказать, на тот момент приоритетные вещи были другие. Но были колоссальные вещи, которые мне помогли. Очень сильно мне помогли. Например, формирование духовного интеллекта, он мне вкладывал в моем сознании. Самовоспитание, самообладание, терпение, законы шариата, законы, можно сказать, ислама, законы человечности, духовности. Эти вещи он закладывал в моем сознании. Осправливости, быть человеком с большой буквы, хотя бы вникать в какие-то смыслы в вещах, умение себя вести в обществе, знать, в каком месте как себя вести, как говорить и так далее. Все эти детали он вкладывал в мое сознание. И как это произошло? То есть путем общения. Путем общения. Именно желание служить людям. Понимаете, вот это самая важная вещь. Разбудил во мне он. Желание служить людям. Желание оставаться учеником. Эти вещи он вкладывал в мне. И слава Богу, я думаю, если он был бы жив, наверное, он был бы рад. Наверное, он был бы рад, что все то, что он заложил в мое сознание, оно работает. И я практикую его, самое главное. И я читаю его для себя один из, можно сказать, просветленных, один из успешных людей. Я так отношусь к нему. Были много плюсов. У всех людей есть, мы же люди, у пророков тоже были минусы. Понимаете? У пророков тоже используются минусы. Но я не искал минусов. И до сих пор я никогда не могу сказать, что в чем-то были у него минусы и так далее. Потому что я был ребенком. И мне не это было важно. Мне не это было важно. И сейчас я отношусь так. Ученик, который ищет у наставника минусов, он никогда не станет успешным. Я убежден в этом. Ученик должен искать ту сокровище, которая ему нужна. Это как похоже на золотоискатель. Золотоискатель что делает? Он ищет ту золото, которое ему нужно. Миллион тонн. Понимаете? Несколько тысяч тонн прилопает, чтобы найти грамм золота. Но он же не будет считать, сколько тонн песока он таскал. Или сколько лопат он выкидывал. Это же он не берет в учет. Он учет берет то, сколько грамм золота нашелся. Понимаете? Сокровища всегда спрятена так. Это действительно так. Футболист, может быть, миллион раз промахнулся. Может быть, тысячи раз промахнулся. Но никто не ведет учет, сколько раз он промахнулся. Люди ведут учет, сколько он гол побивал. Понимаете? Нельзя подойти с точки зрения позиции ученика к наставнику, а потом сидеть, думать и судить его. И он так делал, и он не так делал, и он так. Нет. Ты старайся, старайся вникать в суть вещей, которые он говорит. Старайся найти то зерно, то изуминку, которое тебе поможет. А все остальные внимания не обращай. Потому что природа так создана. Посмотри пешеницу. Шелуху выкидывай, зерно бери. На что вы внимания обращаете? Именно то по отношению к вам станет больше. Заметят, что если вы придете домой, посмотрите на свою жену, и начинайте думать, что как я женился на ней. Почему я женился на ней? Как я мог это делать? Я даю вам слово, вы найдете тысячи минусов своей жене. И вы с каждым днем будете заметить, что эти минусы становятся больше. И потом самое интересное, по отношению к вам она их будет показывать. И по отношению к вам она их будет проявлять больше и больше. А почему? Потому что есть потребность со стороны на этих минусах. Понимаете? А подойдите всего на свою жену, посмотрите, скажите, как мне повезло. Какой я счастливый мужчина. А попробуйте посмотреть на все самое лучшее, что у нее есть. Скажите ей комплименты, которые никогда не сказали. Проявляйте чувства к ней. Проявляйте заботу к ней. Вынимательность к ней. И я вам даю слово. Она начнет с каждым днем красивее и красивее одеваться для вас. Она с каждым днем начнет лучше и лучше дать для вас. И лучше заботиться о вас. А почему? Потому что все, на что вы внимание обращаете, в этом человеке, она начнет расцвестись. Понимаете? Как цветок. Ваше внимание, это как будто вы поливаете. Понимаете? И это начнет раскрываться в человеке. Это начнет развиваться. Это начнет еще больше и больше и больше. И этот человек, ваша жена, будет проявлять все самое лучшее, что у нее есть именно для вас. И задача каждого человека, например, как мужа, раскрыть достойную женщину, разбудить женственность своей жене. А задача любой женщины, помочь своему мужу раскрыться, как мужчина. Понимаете? Как великий мужчина. Задача любого наставника раскрыть талант своего ученика, помочь, дать ему возможность раскрыться. Он сам самостоятельно не верит, потому что он видит много своих минусов, много своих неудачей, прошлый опыт и так далее. Прошлый неудачный опыт. Вы понимаете, о чем я речь? Вот это очень важно. Получается, что вы должны быть золотоискателем, а не мусорщиком. Вы понимаете, о чем я сказал сейчас? Вы должны стать золотоискателем, а не мусорщиком. Люди, которые ходят в отношениях других, или там в учебах к наставникам, или где-то, везде-то, начинают внимание обратить больше на недостатках. У недостатков есть такой заразительный вещь, понимаете? Заразительный вещь, в любом недостатке. Они быстрее растут и захватят ваше сознание. Поэтому 10-летние отношения исчезнут, если вы пора недостатка видеть друг друга. Поэтому люди 10 лет, 12 лет семью создадут, 20 лет партнерство создадут. А потом, ну, мало, какую-то мелочь бросают, уйдут, потому что это сильно эмоционально бьют их. Поэтому я рекомендую, чтобы, если вы у кого-то учитесь, будьте золотоискателем. От этого вам будет больше пользы. Я так делал. До сих пор так делаю. Если вы меня спросите, были бы у этого наставника какие-то недостатки или минусы и так далее, возможно, они были. Возможно, они были. Но, возможно, я был ребенком внимания обратил на это. Потому что, когда ты молодой, для тебя учитель выглядит как священник, как святой, как пророк, как чего-то важное. И сейчас я так отношусь, даже, хоть будучи взрослым, я так отношусь. Я даже у детей учусь для меня. Я беру то, что им надо. И я читаю, что через них говорит со мной Господь. И точно так же через любом человеке. Если наставление этого человека мне помогает, я должен принимать это. А где-то, кто выигрыши, в конце концов? Я выигрыши. Итог, я выигрыши. Моя философия такова. Посмотрите обрыв. Посмотрите обрыв. Философия моя жизнь, она такова. Посмотрите обрыв. То есть, это получается, что вот, если вы посмотрите, вода идет вниз. Если вы какая-то яма увидите, получается, все туда идут. Я всегда стараюсь, когда общаюсь с людьми, себя держать на одну ступень ниже их. Чтобы все, что он знает, мог бы я учиться у него. Я никогда в общениях людей не пытаюсь себе показать какой-то крутим. Никогда. Почему? Потому что это не мое. Это не мои ценности. Я наоборот. Сделаю так, чтобы этот человек себя чувствовал намного умнее, чем я. Намного мудрее. Если он спросит, я отвечаю. Если нет, я постараюсь его слушать. Слушая других, ты больше усваиваешь, больше узнаешь. Это очень важно. Очень необходимо даже. Поэтому, но только надо стараться попасть в кругу, где умные люди. Чтобы ты мог слушать и усваивать что-то. Господин Давладов, следующий вопрос. Господин Давладов, существует мнение, особенно в азиатской часто, часто рынка, что наставник не погрешен. Конечно же, это не так, потому что наставник тоже человек и имеет право на ошибку. Мой вопрос. Вы были когда-либо неправы в отношении своего ученика именно как наставник? Какую ошибку вы допустили? Чему она вас научила, а как вы ее исправили? Очень хороший вопрос. Большое вам спасибо. Были ли в моменте, чтобы я был, скажем, неправ? Конечно. Конечно. Я же человек. Я ошибаюсь. Я признаю свои ошибки и так далее. Дайте-ка вспомним. Были по отношению мои слушатели. Расскажу эту историю, эту случай расскажу. Вот. Я провел тренинг по смене отношений в Бишкеке. И понимаете, к смене отношений это такое, видишь, что все люди думают, что собственные мысли как будто самые правильные мысли. Собственные мысли, якобы, в моем мнении, якобы, оно самое лучшее. Всегда так кажется. Было народа много. И была женщина, девушка, но она очень деловая женщина. Она очень деловая женщина. Соответственно, человек, когда уверен в себе, во всем у него есть свое мнение. Во всем у него есть свое мнение. Точка зрения другой. Но когда ваши точки зрения совпадают с другой точкой зрения, соответственно, обязательно возникают либо конфликтные мнения, либо ссоры. Я провожу тренинг, и она была во многих вещах, она говорит, я бы не согласен на это. Давайте вот так, давайте так. Я объяснила это пару раз. Я сказал, видите, это приведет к разводам. Это приводит к тому, что вы потеряете мужа. Это приведет к тому, что у мужчины будет такое отношение к вам и так далее. В родбе она, в итоге, в конце концов, в общем, была очень хорошая дискуссия и очень хороший тренинг в тот день. Я люблю, когда, понимаете, когда человек думает, когда человек мыслит. Это совсем другой ракурс взгляда, понимаете. Я никогда не пытаюсь доказывать, что мое мнение правильно. Мое видение и мое мнение, я не свое мнение рассказываю в тренингах, я научные исследования рассказываю, то есть изучая опыт многократный, взгляд, много опыт в семейной жизни, рассказываю, говорю, бывают и такое, бывают и такое, бывают и такое. А что тебе подходит, то и можно использовать. Поэтому, а бывает жизнь, которую я не знаю, у него по-другому жизнь, понимаете. У этого человека могут быть совсем по-другому. И я когда-то слышу, я принимаю, что значит, в жизни бывают и другое, то, что я не знал. И нельзя это игнорировать. Если вы не видели, например, скажем, черный лебед, это не означает, что его не существует в природе. Понимаете? Вот сижу и, я помню, провожу тренинг и она, и тут она говорит, в общем, и много было в таких моментах и так далее, а забота, она говорит, наверное, это ваш мужской взгляд к семье и так далее. И где-то она говорит, возможно, это ваше восточное воспитание, возможно, на это ваш взгляд, взгляд, ваша религия и так далее. Но самые главные итоги, мы пришли к тому, что все то, что помогает семью, именно то и нужно делать. И не важно, чьи мнения, она будет самым лучшим. Тут нельзя доказывать в семье, что кто прав, кто не прав. Будьте в семье доказывать, кто прав, кто не прав, и вообще в жизни доказывать, кто прав, кто не прав. Вы добьетесь правду, но вы потеряете друга. Вы добьетесь правду, вы потеряете любовь. Два-три раза, докажите своему мужу, что он не прав, или жену, или кому-то докажите, что вы праве, он не прав. Вы правду добьетесь, но вы потеряете счастье. У вас будет всегда, понимаете, правда, счастье, правда, любовь, правда, семья, правда, друзья, правда, там бизнес-партнеров. Вы правду добьетесь, в конце концов, но вы потеряете все отношения. А что вы будете делать после этого? Лучше не надо доказывать, кто прав, кто не прав, а надо наоборот. Надо масштабно видеть. Когда человек начинает думать, кто прав, кто не прав, он смотрит очень узко, очень узко. А если вы масштабно смотрите на всю ситуацию целиком, и в голове держите конечный цель, что итоги, конца концов, все то, что помогает семью, все то, что помогает бизнесу, все то, что помогает дружбу, вот того надо делать. и неважно чья точка зрения была данный момент правильный или неправильно и я провел вот такой тренинг я помню по смене отношения потом когда мы закончили второй день тренинга и он не было и представьте мое состояние а я думал наверное это и не понравилось и наверное скорее всего это и задело и так далее и я выхожу в соответственно вся группа с разгар оу и учета нет сегодня что-то шума не будет сегодня и я сказал да наверное это за дело и и наверное это в мои взгляды против его принципах что-то такое сказал маска наверно видите либо она не могла себя продалеть не могла либо если она могла бы себя продалит она пришла бы что-то похожие фразы я говорил а потом внимание обратите а потом эта запись осталась запись осталась и а коса на пани пришла на тренинг только потому что у них оказывается кто-то родственник умер и они уехали другой район все за своей подруга и когда туда навернулась оказывание на мой офис и сказала отправьте мне записи хочу послушать или представьте на минуту и она выходит и мой помощник этот маман не корректируя записи до 1 она до смерти обиделись на меня вы представьте на минуту она сильно обиделись на меня по той причине что как он мог так сказать он же наставник как он мог подумать и так далее она так обиделись на меня потом звони на мой офис оказывается ругалась даже и я такую ошибку допустил видите со стороны не зная о положении других нельзя делать вывод видите я думал что якобы она не пришла потому что не могла себя продалить свою высокомерие чего-то свое например убеждение не могла с другой . заранее не признала и тогда оказана ситуация совсем другая это была очень большая ошибка которая делала очень большая ошибка другой ситуация которая вот я это это спас мне очень сильно научил многому научили это спаси меня я никогда не делаю вывод я никогда не заранее неделя вывод по поведению людей эти вещи мне учились со стороны ты думаешь так и приживаешь а потом окажется что все было по-другому другой ситуация был такое иногда мои ученики приходят ко мне и у меня с одной очень большая ошибка мне внутри сильные желание помогать другим чрезмерно сильные желание помогать другим она иногда мне навредить у парень она справляется я начну и выливать его деньги то есть получается что начали его спонсировать то есть я хотели инвестировать его итоги получаешь его спонсировал я анализирую несколько своих учеников кому я инвестировал то есть получат они не могли это бизнеса ввести и так далее итоги мы расстались и итоги до сих пор 5-7 лет кто-то из них до сих пор не могут мои деньги вернут и по чуть-чуть по чуть-чуть по мелочам и так далее итогами конце концов не расстались и поэтому я пришел к и выводу что вообще свои учениками не делать бизнес я очень осторожно сейчас к этому отношусь если делаю бизнес да есть некоторые которые делали только с теми которые его к например которые учатся у меня до конца не пропускать ни одного урока и практикуем мои знания только с такими иногда стану партнером инвестирую остальных я всех отказал еще было другой случай с моим еще одним учеником он пришел ко мне он хотел учиться он с бишкека он приехал хотели учиться и так далее и потом немножко когда пошли и так далее ему показывал что да я тебе помогу и так далее так далее подразумевать что тебе научу по и так далее а он думал что косы ему деньги даю когда людям я говорю что конечно тебе помогут буду поддерживать оказать большинство думать что помощь это значит деньги дающим и я помню что он пришел сказать у него была небольшая ферма мимо помогали увеличивались так далее но не деньгами знаниями а потом какой-то момент он сказал вы же сказали помогу я гулять ведь я и так так помогаю отчете вы не помогали что ли он оказывает ждал от меня что я буду к несколько миллионов вложить в его бизнес или хотя бы около того и вы подожди я тебе чё обязаны что ли я же тебе не обязан и так далее тебя брал на учебу они я тебе не спонсор и так далее и как его не хотели потому что он я же вижу что у него уже гнев идет я уже вижу что у него тем более с таким человеком я вообще никогда бы бизнес не делал бы и тут уже на камнищу претензии ему вернул деньги и сказал возьми уходи я даже если платит будешь я все равно не буду учить потому что мне не нужны такие ученики так далее были такие ошибки потом еще какой ошибка был была ошибка что тоже с одним своим учеником мы делали бизнес а я все не расписал когда ты все не расписываешь все . входа . выхода скажем условия и так далее так далее как там и работали и тот момент это было первое первый человек который со мной мы вместе инвестировали делали и я вложил он вложил каком-то проекты и получилось что вот это все просто обговорили пошли делали а потом какой-то момент я смотрю он начинает на меня претензии проявляет я музыка подожди стоп я не понял я тебе кто я тебе наставник ли кто какие претензии еще голос повисишь на меня чего тебе долги деньги должен что ли это бизнес и вон твои деньги в бизнесе и мои деньги бизнес у меня 35 раз больше мои деньги в бизнесе когда просто мир с учениками делаешь бизнес и все она не формированная так как должно быть это была первая ошибка которому не было первая работа это было несколько лет назад и вот тогда понял что с учеником я никогда не буду для бизнес потому что бизнесе уже придется у вас какие-то притирания какие-то непонимание какие-то эти уже пойдут обычные ссоры и так далее уже вот это наставничество и ученик который вот это величие наставничество она исчезнет не каждому и вот ученик начнет думать что уже он иметь право с вами равномерно как бы равноправный партнер а рад на вас или как будто требовал от вас и так далее вот такое происходит а когда например когда все расписано все четко и понятно ясно но все равно есть уважение отношения друг друга эти бизнесе просветает у меня только да есть несколько учениками бизнес который мы делали вот именно такие бизнес у нас хорошо идет но я делаю дело эти вещи научился но я делал очень много ошибки именно в отношении с учениками и так далее много дела похожие ошибки и вот постепенно научился слава богу и самое главное научиться воспринимать другой точка зрения другой мнение дорогие друзья ставьте лайк под эта рубрика рекомендую своим друзьям знакомым нашу рубрику советуйте комментариях пишите свое мнение возможно ваши опыт был по-другому посмотрите пожалуйста подпор под под это видео есть почта где можно сдавать вопросы и из графики тренингов и где можно купить книги к вашему слову больше конечно люди